МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. Оцените ли принять к сведению? Депутаты на заседании Думы рассмотрели отчет главы города о проделанной работе. Саровской дивизии и Росгвардии вручили боевое знамя. Ночь музея в 2023. Саров присоединился к всероссийской акции. Подробности далее. Один многоквартирный дом на Зернова, 24, площадью около 2000 квадратных метров. Итог работы администрации Сарова в жилищной сфере за прошедший год. Темпы строительства в нашем городе снижаются с каждым годом. Теперь этим вопросом займутся региональные власти. Губернатор Греб Никитин принял решение забрать полномочия по градостроительству и земельным отношениям у администрации Сарова. Я считаю, что это фиаско нашей администрации, профильного заместителя и соответствующих департаментов. Причина, кстати говоря, мы с вами видим в отчете. Одна из главных причин – это низкое количество квадратных метров, вводимых у нас в городе на протяжении уже достаточно длинного периода. И я больше даже скажу, в этом году, в 2023 году, мы получим нули в этой сфере. Ну, то есть это прям объективная оценка на будущее. Тем не менее, в городе есть возможность построить 100 тысяч квадратных метров жилья в поймире Кисатес. Острую жилищную тему затронул и депутат Алексей Волгин. По его мнению, ситуация сегодня – зеркальное отражение отчета предыдущего года. Статистика неутешительная. В Сарове строят по одному многоквартирному дому в год. У нас в этом году два черных. У нас был сдан один многоквартирный дом. В прошлом году была та же самая ситуация. Я здесь же спрашивал, а что для этого делать? Ведь застройщики ждут и будут ли какие-то места строительства сказать, что есть идеи, есть места, и что готовятся документы для того, чтобы проводились торги. Но ничего не произошло. Нужна ли Сарову наружная реклама? Одна из самых обсуждаемых тем на заседании Думы касалась схемы размещения в нашем городе рекламных конструкций. Напомним, в начале года рекламные конструкции в городе снесли. По новой схеме размещения число рекламных стендов сократили до семи. В год бюджет города теряет доход от наружной рекламы на общую сумму около 4 миллионов рублей. Депутат Андрей Клейс считает, что такое урезание рекламной площади ударит по предпринимательскому сообществу. В других городах с меньшим числом жителей счетов больше в десятки раз. Город Тарзамас, 104 тысячи населения, 61 мест, 163 тысячи человек, 195 мест. Диверевский район, 18,049, Городецкий район, 82,132. Если говорить про затоп, снижение 51 тысяча, проживающие 123 мест, в Заречный 58, 133. И Саров на сегодняшний день 70. Сокращение количества наружной рекламы, по мнению главы города Алексея Сафонова, поможет сохранить историческую красоту Сарова, не засоряя его пестрыми баннерами с разной, порой излишне вызывающей информацией. Условно, въезжая в Саров, первый же плакат говорит о том, что здесь самое важное – это унитазы. Вот это определенный диссонанс. И не с этой трибуны говорить. Визуализация женских трусов тоже не может меня как голову радовать, потому что, к сожалению, я вынужден общаться со всеми гостями, что приезжают в город. И вот эти замечания на тему «У вас такой красивый город, вы зачем его, скажем так, визуально портите?» Тема количества счетов осталась открыта, однако в вопросе контроля размещаемой информации депутаты и глава остались единодушны. Еще одна значимая городская проблема, затронутая в ходе отчета – состояние дорог в нашем городе. В прошлом году отремонтировали около 95 тысяч квадратных метров покрытия на общую сумму около 125 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем выделяли в 2021-м. Однако таких средств по-прежнему катастрофически не хватает, считает глава города. 130 миллионов рублей в год – огромная сумма, но объем недоремонтов, то есть, ну, по моим оценкам, сейчас, наверное, миллионов 700-800. И для того, чтобы вернуться в нормативное состояние, нужно тратить, наверное, миллионов по 400 в ближайшие пять лет. И тогда мы вернемся в нормативку. То есть это огромные деньги, и пока у нас нет этого механизма их получить. Должна ли Дума, как орган, контролирующий работу главы администрации, оценивать ежегодный отчет о проделанной работе? Или достаточно просто принять его к сведению? Депутаты поручили профильному комитету разработать положение, на основании которого всем будущим докладам главы города народные избранники будут давать соответствующую оценку. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Зеленая фуражка, тельняшка, флаги с двуглавым орлом и пограничный столб – обязательные атрибуты праздника Стражей границ нашей Родины. В этом году его отмечают в 105-й раз. День погранвойск в Сарове начался с торжественного митинга у фонтана на проспекте Мира. Тех, кто нес службу, защищая границы нашей Родины, поздравили представители Совета ветеранов, воинской части и администрации. Вы – те люди, которые надежно защищают границы нашей страны. Вы – те люди, которые обеспечивают мирную жизнь гражданскому населению. В истории нашей страны немало случаев, когда именно вы принимали первый и тяжелейший удар противника. Но сегодня, как и прежде, пограничники надежно защищают территориальную целостность нашей страны и обеспечивают ее суверенитет. По традиции, активистов Саровской общественной организации ветеранов пограничной службы наградили памятными медалями. Среди награжденных – Юрий Достолев. Мужчина прошел обучение в Багратионовской школе сержантского состава по специальности «Оператор РЛС». Затем попал на сухопутную турецкую границу. Служба на высокогорной заставе была непростым испытанием. Но те годы Юрий Валентинович сегодня вспоминает с улыбкой на лице. Мне очень нравилась эта служба. Конечно, это такая серьезная мужская работа. Конечно, нужно очень хорошую физическую подготовку, потому что по горам – это тревожные группы. Дабы защитить наши границы, надо, конечно, быть и политически подкованным, и физически тоже. В Саровской организации ветеранов погранвойск около 50 участников. Многие из них активно занимаются общественной работой. Одно из ведущих направлений – работа с подрастающим поколением. В школах ветераны проводят уроки мужества, рассказывают ученикам о своей службе. Проводим даже работу, рассказываем о своей службе. Достаточно даже ребятам очень нравится им служить. Так что немногие знают, что такое граница и как она вообще проходит. Даже вот так показать, вот, скажем, прочтить на доске и показать, что здесь КСП. Здесь там мы находим, здесь сопредельные государства. Как знаки вообще, очень даже замечательно. Ребятам нравится. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику воинам-интернационалистам. Продолжили праздник традиционным автопарадом по улицам города. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровская дивизия войск Национальной гвардии Российской Федерации обрела свой официальный символ. Временно исполняющий должность командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Просяник торжественно вручил боевое знамя в Рио командира Саровской дивизии полковнику Алексею Решетневу. Я уверен, что боевое знамя вручено в надежные руки и в руки тех, кто будет упорно оставить свою военнослужащую профессию, верно служить нашей Родине. Благодарю весь личный состав за силу, выдержку и мужество. В торжественной обстановке государственными наградами наградили пятерых военнослужащих соединения, которые отличились в ходе выполнения служебно-боевых задач. После церемонии росгвардейцев приветствовали почетные гости. От имени коллектива Российского федерального ядерного центра я поздравляю вас с знаменательным днем вручения знамени. Знамя как символ победы, знамя как вера в сегодняшний и завтрашний день, знамя как величие нашей великой страны. Город Саров и Саровская дивизия неотделимы. Воду взаимодействия показали, что город всегда готов прийти на помощь дивизии. И мы знаем, как вы отвлекаетесь на наши просьбы. Сегодня я здесь для того, чтобы сказать, что город Саров корнится вами. Спасибо за службу. Также слова поздравления на путствие военнослужащим сказали протоиерей Владимир Кузнецов, помощник благочинного Саровского благочиния по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и полковник в отставке Виктор Сазонов, председатель совета ветеранов дивизии. Живописи много не бывает. На ночь музей в художественная галерея подготовила для своих гостей сразу две выставки. Выставочный проект «Образы России» объединяет произведения советских и российских художников из собрания Государственного музейного выставочного центра «Росизо». Основное содержание каждой работы – живописное богатство родной природы, ее крупные формы и детали, а также человек как часть этой всеобъемлющей картины. Среди экспонатов – живопись, оригинальная и авторская печатная графика, художественная керамика. Я только вошла в художественную галерею и сразу попала на замечательную экскурсию к Ольге Валентиновне. Очень интересно она рассказывает про картины с такой любовью, с таким знанием дела. Потрясающая керамика здесь представлена, очень интересные работы. Заросшие окопы. Сначала на нее смотришь, как будто свежая весна, зелень, красота. Когда читаешь название «Заросшие окопы», сразу сердечко немножечко как будто замирает. То есть уже, ну, как мы всегда говорим, победа с слезами на глазах. И эта картина тоже такое вот впечатление создает. На втором этаже гостей галереи ждала персональная выставка Александра Боброва в солнечном свете. Его работы буквально пронизаны светом, наполнены морским бризом и душевными воспоминаниями. В экспозиции представлены более 50 живописных произведений художника. Задать вопросы, возникшие при знакомстве с полотнами, можно было самому автору – члену Московского союза художников Республики Татарстан. Председатель союза художников, которым является Альбет Шах, приехал как-то в Силовенске, на котором проходил традиционный академический пленэр. Ну и начал набирать для своего союза новых членов союза художников. И так сложилось, стал членом союза художников Татарстана. Творческие мастерские для детей, викторины по искусству, кинопоказы, написания натюрморта. Атмосфера в галерее была праздничной. Богатую программу под названием «Бессонница» для горожан подготовила и библиотека Маяковского. В музее редкой книги открылась выставка шедевра в медалях, на которой можно было познакомиться с коллекцией императорского монетного двора. Помимо викторин и мастер-классов своих читателей, Маяковка погрузила в чарующий мир танца. Я буду танцевать капказский танец «Ачи рули», а мои напарники будут танцевать еще и настоящую лесгинку. У нас даже есть настоящий лесгинец в большой мохнатой шапке, в папахе. Прямо сейчас оттанцевали пляшущие человечки с большим успехом. Я видела, как они утирали пот с чела. Прямо сейчас Галя Сайгушева показывает мастер-класс по фламенко. Зрители отбивают ритм. Топ-хлоп, топ-хлоп. А желающие там прелестные дети танцуют. Настоящий аншлаг был в музее военно-морской славы. За пять часов работы музей посетило 1114 человек. Ветераны ВМФ успели провести 16 экскурсий. Посетители могли оставить свой отзыв и ударить в колокол на двери, чтобы обязательно сюда вернуться. Буллинг – травля агрессивная, преследование одного человека другим. Он может сопровождаться как непристойными шутками и оскорблениями, так и избиениями. Но чаще буллинг все-таки не физическое нападение, а психологическое насилие. Распространение слухов и сплетен, словесные травли, бойкот. О том, как выявить буллинг и нивелировать его последствия, рассказали педагогам специалисты Департамента образования. Эта тема актуальна. И тема освещается мной по запросу Департамента по делам молодежи и спорта в связи с появлением таких явлений, или, как мы говорим, психологи-феноменов в подростковой среде. Одно занятие уже прошло на базе Дома учителя в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. Там мы разобрали теоретические аспекты этой темы, немножко познакомились с понятийным аппаратом, погрузились в причины, в стратегии. На втором занятии педагоги дополнительного образования в игровой форме смогли разрешить ситуацию буллинга, разобраться в том, что чувствует агрессор или жертва. Также смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Я подготовила им такую работу в группах, в подгруппах. Я буду разбивать их на 5-6 подгрупп в зависимости от количества участников. Предложим для решения ситуации, которую я подобрала для них, и те, которые они принесли для меня в качестве проблемных. А вопросы, которые они подготовили, они вместе со мной на них найдут ответы, и наконец-то поймут границы своих возможностей и ресурсов, как педагогов и тренеров, в решении данной проблемы. Для педагогов дополнительного образования тема буллинга актуальна. Каждый из них по-своему старается донести до ребенка, что агрессировать и унижать человека не стоит. Достаточно просто протянуть руку помощи нуждающемуся. В случае буллинга происходит в коллективе педагога, то педагог ведет работу с детьми, кто совершает буллинг и кто подвергается буллингу. Такие встречи специалисты департамента образования проводят ежегодно. Их цель – привлечь внимание педагогов к проблеме травли детей в коллективе и помочь им действовать корректно и правильно в подобных ситуациях. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В гимназии номер 2 шумно и весело. Там открылась летняя смена для детей 10-11 лет. Лагерь нацелен на тех, кто в этом году планирует поступать в гимназию. Поэтому организаторы решили заранее познакомить ребят друг с другом, чтобы дети сплотились и смогли узнать новых одноклассников получше. У нас профиль лагеря лингвистический, что предполагает изучение английского, русского и французского языков. И такая генеральная идея – путешествие по странам мира, на летним экспрессе, и знакомство с традициями, культурой разных стран, в том числе и России. На протяжении всей смены ребята будут принимать участие в интерактивных играх, тренингах, ходить в бассейны и создавать видео, которые в конце смены они покажут преподавателям. Параллельно с летней сменой «Планета детства» свои двери распахнула и летняя лингвистическая школа. В этом году в ней обучаются ребята с 5 по 7 класс. В течение двух или трех недель проходят у детей занятия. В этом году они проходят с 29 мая по 9 июня. Это три занятия в день. Они обычно проводятся в нестандартной форме. С ними мы занимаемся аулированием, чтением, говорением, письмом, подготовкой к международным экзаменам. И поем и танцуем. То есть разнообразные активности, так чтобы детям было интересно, но и одновременно полезно. По словам Андрея Дегтярева, такие занятия дают детям хорошее владение английским языком, а также охват тем, которые отсутствуют в учебной программе. На занятиях дети смогут раскрепоститься и побольше общаться на иностранном языке. Я еще хотела сюда пойти в прошлом году, потому что это возможность улучшить свой английский, также улучшить навыки русского языка, например, узнать о просторечиях, о старинных словах. Сейчас ребята обучаются по программе международных экзаменов. Многие из учеников удивились этому формату. Но педагогам не привыкать обучать детей чему-то полезному. Например, на одном из занятий школьники попробуют составить комиксы на английском языке. Ирина Вашегородцева и Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Вирус кори обнаружили у студентки третьего курса Московского государственного института международных отношений. Из-за этого в ВУЗе ввели карантин. Уже сейчас организовали вакцинацию студентов и преподавателей, которые ранее не болели корью. Учащиеся перешли на двухнедельный дистанционный режим учебы. Корь – острое инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. Болезнь передается воздушно-капельным путем и опасно развитием осложнений органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Активное распространение вируса вызвано тем, что на территорию Российской Федерации начали приезжать мигранты. В Сарове последний случай этого вируса был 24 года назад. При коре здесь расстояние, когда человек может контактно изразиться от больного, увеличивается до 5-8 метров. То есть это концентрация в выдыхаемом воздухе, так как это воздушно-капельная инфекция при разговоре, при чихаре. При кашле поделяется вирус во внешнюю среду и может проникать через дыхательные пути. Есть не исключено, что через конъюнктивы глаза. В инкубационном периоде коре определить сложно. На катральной стадии появляется температура, кашель, недомогание. Но и в этом случае корь очень похожа на обычную простуду. Характерные для кори высыпания пятна появляются сначала на слезистой полости рта. На третьи-четвертые сутки сыпь распространяется по телу человека. Сначала поражается кожа лица и шеи. Потом пятна переходят на тело и конечности. Также инфекция может передаваться от беременной мамы к малышу внутриутробным путем. Специфическое лечение кори не существует. Существует симптоматическое лечение, когда облегчает состояние здоровья. Основная профилактика – это обязательно, конечно, вакцинация. Вакцинация, согласно национальному календарю профилактических прививок, это у деток, начиная с 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет. И они считаются защищены. Значит, после заболевания, пожизненный иммунитет, повторно, в случае заболеваний кори не встречается. Если известно, что здоровый человек контактировал с больным корью, то необходимо сделать вакцинацию в первые 72 часа. Она обеспечит легкое течение болезни. Самая надежная защита против кори – вакцинация, утверждают специалисты. Те, кто не болел от инфекции и не прививались, находятся в группе риска. Благодаря противоэпидемическим мероприятиям в России в два раза снизилось количество зараженных корью. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Школа «Второй дом» – эта фраза как нельзя лучше описывает отношение педагога-психолога Ирины Лутиковой к своей работе. Стремление помогать людям появилось еще в детстве. С годами она только росла и укреплялась. Призвание нашло ее само. Попав однажды на практику в школу-интернат номер 9, Ирина твердо решила, что обязательно сюда вернется. Я уже где-то на курсе четвертом точно знала, что я хочу работать именно в школе-интернате номер 9. Я здесь была на практике два раза, писала курсовую работу и очень хотела сюда попасть. Мне казалось это важным, что именно вот эти дети, они нуждаются в поддержке, в помощи, в любви, в принятии. Мне казалось, что я могу что-то такое сделать для них, чтобы помочь. Ирина помогает. Вот уже 16 лет. Детям раскрыться, почувствовать себя нужными и счастливыми. Родителям включаться в процесс обучения и развития ребенка. Педагогам преодолеть эмоциональное выгорание, улучшить климат в коллективе. Индивидуальные групповые занятия, тренинги. Форматов работы много. Цель одна – выявить проблему и решить ее. Самая главная моя задача как педагога-психолога – это создание оптимальных условий для того, чтобы создать безопасное пространство для всех категорий, для педагогов, для родителей, для детей. Потому что именно вот эта базовая потребность человека в безопасности, она будет являться ключом для дальнейшего развития, социальной адаптации и так далее. Труд Ирины Лутиковой высоко оценили на региональном уровне. Она стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2023». Отбор был строгим. Три этапа. Первый заочный нужно было представить – видео-визитку и описание профдеятельности. Задание второго тура – провести мастер-класс с родителями. В финале – это решение педагогических кейсов. Что такое кейс? Это определенная проблема, которую предоставляет на карточке каждому участнику. И человек должен ее решить. То есть рассмотреть данную проблему, проанализировать ее, сделать выводы, какие действия он будет предпринимать, и дать рекомендации. На работу Ирина всегда приходит с улыбкой, потому что давно поняла для себя одну истину. Чтобы озарить солнцем других, нужно носить его в себе. За всю историю России воинам нередко приходилось защищать свою родину от вражеских нашествий. Но во все времена находились храбрые и мудрые полководцы. Имена русских богатырей Ильи Мурмца, Доброни Никитича и Алеши Поповича, князей Александра Невского и Дмитрия Донского до сих пор хранит народная память. На Библиозорнице с русским воином через века юные участники познакомились с подвигами выдающихся военачальников и героев боевой истории России. А для этого ребятам предстояло пройти четыре станции. Это событие у нас стало открытием нашего проекта, который также называется «С русским воином через века», проект, который был поддержан фондом «Православная инициатива». Задача нашей Библиозорницы – рассказать о тех лучших качествах наших защитников, пускай они еще в Древней Руси были, жили и сражались, рассказать о лучших качествах, которые можно применить и в нашей жизни, взять с собой в 21 век. Переходя от одного века к другому, несколько команд разгадывали ребусы, шифры, работали с книгами, узнавали новые факты в форме увлекательных заданий. А так как любой воин должен быть физически подготовленным и смелым, то на спортивно-патриотической игре юные читатели посоревновались еще в силе, выносливости и ловкости, питании, веселых эстафетах. И плюс ко всему развили навыки командной и слаженной работы. Мы сегодня с ребятами сработались быстро, четко, иногда смеялись, баловались, но так-то все были серьезно настроены, быстро все прошли. Очень крутой квест, основан на исторических фактах и физическую силу, тут тоже мы проверяли свою, и у нас все получилось. В 16 веке богатырей придумали уже название богатыри, а раньше их звали храбр. Узнали, кто давал благословление на Куликовскую битву. А в конце исторического квеста ребятам рассказали про акцию, которая стала логическим продолжением мероприятия «Читаем о защитниках земли русской». Пушкинка предлагает детям, родителям и педагогам прочитать книгу о народном герое любого исторического периода и сделать отзыв в виде презентации, видеорассказа или текста размышления. В рамках этой акции мы планируем и почитать сами вместе с детьми отдельные произведения, небольшие рассказы и обсудить их. И в том числе предлагаем выполнить самостоятельные работы. Или всей семьей, или какими-то отдельными группами, если кто-то пожелает. Может быть, ребята захотят сделать такие работы сами. Если кто-то захочет, чтобы ему помогли, мы в библиотеке обязательно поможем. К участию в акции «Читаем о защитниках земли русской» приглашают детей от 6 лет. Работы можно отправить до 20 августа на электронную почту библиотеки Пушкина, либо самостоятельно принести в любое структурное подразделение. Лучшие отзывы войдут в виртуальную мемориальную экспозицию. Подведение итогов акции состоится в сентябре. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Образцовый ансамбль «Калинка» играет композицию Владимира Синенко «Стапет матер» скорбящим матерям посвящается. Глубокое и пронзительное исполнение произведения на домре пробирает до мурашек. Не смогли остаться равнодушными и жюри международного многожанрового конкурса культуры и искусства, посвященного 9 мая. За выступление ансамблю присудили гран-при. Мне очень понравилось. Эти были незабываемые ощущения. Новое место перед новыми людьми. Предлагаемые успешного выступления, а не какие. Чтобы все хотели играть эти произведения, все старались. Ну, естественно, дух командный. Звание образцового ансамблю детской музыкальной школы присвоили в 2019 году. Подтвердили его в 2022. За плечами талантливых домристов десятки побед в конкурсах разного уровня. Особо бережно в своих сердцах они хранят воспоминания об аплодисментах и теплых словах слушателей. Шквал овации сорвало и выступление в Москве в апреле. В феврале коллектив пригласили пройти отборочный тур в программе концерта Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова «Свет надежды». Мы прошли этот конкурс и выступали в Москве 23 апреля в Международном доме музыки. В камерном зале. Мы играли программу Анатолий Белаш Калины Варжи и Сергея Федоров Ромба Шуруба. Нас очень тепло там принимали. Такие были аплодисменты, что дети даже сами тоже удивились. Образцовый ансамбль домристов «Калинка» открыл набор. Попасть в яркую творческую музыкальную семью могут юные сыровчане, достигшие 6 лет. Подробности по телефону 98-188. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В России насчитывается огромное количество памятников и исторических мест, многие из которых широко известны во всем мире. Сюда каждый день стекаются тысячи туристов из разных стран. Старые дворянские усадьбы и поместья привлекают свои истории загадочными и необычными судьбами их владельцев. Много старинных построек находится и на территории Нижегородской области. О них подробно рассказали сотрудники библиотеки Маяковского на виртуальной экскурсии «Кусочки ушедшей эпохи» в рамках программы «Краеведческий дилежанс». Это виртуальные экскурсии, какие-то познавательные программы по истории нашего города, а также по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Как часть нашего краеведческого дилежанса выделен православный туризм. На этих программах наш заведующий отдел рассказывает об интересных храмах, монастырях. Познавательные встречи проходят два раза в месяц, за исключением летнего периода. Узнать о следующих виртуальных экскурсиях можно в отделе краеведения. Также в этом году библиотека Маяковского запустила новый проект «Краеведческий марафон 2023. Саров. Время события. Люди». В течение каждого месяца среди посетителей библиотеки проводят две экспресс-викторины об истории Российского федерального ядерного центра, монастыря, улицах, памятниках, досопримечательностях и ученых города. За участие в викторинах читатели получают флайеры с интересными фактами о Сарове. Вот эти флайеры можно в течение года собирать. Называется он у нас информационный кейс. Значит, объявлен конкурс для тех читателей наших и вообще участников викторины, кто наберет самое большее количество флайеров, ну, предусмотрен приз. Итоги экспресс-викторин ежемесячно публикуют в рубрике «Краеведческий марафон. Мониторинг знаний» на сайте библиотеки. Флайеры вручают и за посещение отдела литературы по краеведению и массовых тематических мероприятий. Участники программы «Краеведческий дилежанс» также могут испытать свои знания в викторине. Следующие виртуальные экскурсии в библиотеке Маяковского пройдут осенью.